Ну и в продолжении темы. Налоговые поступления в бюджет страны в прошлом году пополнили более чем на 190 миллиардов рублей от акцизов на крепкий алкоголь. В этом году за 8 месяцев поступило 111 миллиардов. Алкогольные отрасли остаются стабильным источником доходов казны. Тем не менее, эта сфера рынка также испытывает проблемы. Они говорили на первом международном форуме алкогольной индустрии высший градус. Подробности у нашего корреспондента Светланы Назировой. Запуск первой производственной линии был дан на заводе «Баш Биоспирт». Новое предприятие начало свою работу в Уфимском районе. На производстве могут выпускать за час 54 тысячи бутылок. В компании создано более 300 рабочих мест. Сейчас здесь изучают перспективы развития экспорта. По экспорту могу сказать, что мы создали два с половиной года назад отдел. Экспорты такого не было. Мы стали активно работать с нашими соседями, в первую очередь. Это Казахстан, Армения. Что-то уже поставляем. Пусть в небольшом объеме. Соединенные Штаты Америки недавно отправили в Канаду крупную продукцию. В Сингапур отправили неделю буквально назад. Открытие завода приурочили к празднованию юбилея начала алкогольного производства в Башкортостане. Первую винокурню в Стерлитамаке открыл дворянин Сергей Левашов. Сцену тех времен представили гостям на площадке перед новым заводом. Башкортостан находится в пятерке крупнейших налогоплательщиков России по объемам акцизов на крепкий алкоголь. В прошлом году республика уплатила в бюджет 9 миллиардов рублей, что на полмиллиарда больше, чем в 2019-м. Тем не менее, в регион вернулось всего 3 миллиарда рублей. В этом и следующем году также ожидается сокращение поступлений возвратных акцизов. Это связано с пониженными нормативами распределения налоговых доходов. На международном форуме алкогольной индустрии Высший градус руководитель администрации главы Башкортостана предложил пересмотреть схему распределения акцизов на крепкий алкоголь в пользу субъектов. Мы, как и другие регионы, где сконцентрированы крупные алкогольные производства, недополучаем существенные объемы акцизов. Конечно, нам бы хотелось, чтобы мы объединили свои усилия с другими регионами и в этой смысле заняли такую хорошую лоббистскую позицию. И механизм распределения доходов должен быть пересмотрен с учетом интересов регионов. Это даст нам хороший стимул для наращивания выпуска легальной алкогольной продукции, соответственно, вытеснения контрафактов и суррогатов. В оттеснении теневого рынка еще одна тема форума. Уменьшить производство нелегального спирта позволит тщательный контроль правоохранителей, подчеркивает заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Росалкогольный регулирование достаточно активно, в том числе при содействии или прямом участии правоохранителей органов, изымает такую роду продукцию. И, соответственно, использование места хранения Росспиртпрома обеспечивает хранение и дальнейшее уничтожение по решению суда этой продукции. В октябре страну ужаснули новости об отравлении в Оренбургской и Свердловской областях. Погибло в общей сложности более 50 человек. Смертоносный спирт гнали в Башкортостане. Для минимизации таких случаев в республике уже несколько лет запрещена продажа алкоголя в новогодние праздники. На День молодежи вперед сабантуев выпускных. В ассоциации участников алкогольного рынка республики считают, что нужно вводить не ограничения продажи легального алкоголя, а ограничить именно рекламу спиртных напитков. Сейчас развивается рынок домашнего изготовления алкоголя. То есть магазины по продаже всевозможного оборудования, спирт, пожалуйста, домашние настойки. И уже это становится популярным. И получается как раз ограничение потребления алкоголя, такие запретительные меры, они приводят к развитию вот этого такого рынка. Спустя несколько лет после введения запрета на продажу горячительного на Новый год Минторг решил отменить эту норму. Ведомстве подчеркивают, что ситуация на рынке нормализовалась. Депутаты госсобрания так не считают. Рассмотрение законопроекта об отмене ограничений отложено. Тем временем, по мнению экспертов форума, основа успеха экономического развития отрасли в конструктивном диалоге между властью и бизнесом. Сотрудничество сторон, по мнению участников алкогольного рынка, влияет на показатели эффективности индустрии.